Главное, что можно сказать про год грядущий, это время перемен. Тут стараются Плутон и Уран. Впрочем, стараются уже довольно давно, так что правильнее было бы сказать, перемены продолжаются. И это неплохо, ибо движение – жизнь. Кроме того, на нашей стороне Сатурн. Он поможет извлечь из этих перемен пользу и вообще изменить жизнь к лучшему. Но кое-что за это потребует. Во-первых, придется потрудиться, причем не от сих до сих, а творчески. Во-вторых, нужно будет хорошо считать деньги. И вообще в новом году нельзя уповать на авось. Надо все тщательно взвешивать и обдумывать. И в-третьих, это год ответственных людей. Кое-кто уже в начале года поймет, как это важно – держать слово. Всплывут какие-то старые обязательства. От бизнесменов потребуется точное соблюдение каждой буковки контракта. И в личной жизни тоже главная честность и обязательность. Никаких там «ой, милый, я забыл» или «дорогой, я тебе потом все объясню». А плюсы – можно будет удачно что-то формализовать и узаконить. Например, гражданский брак. В целом же, это отличная пора, чтобы что-то улучшить, оптимизировать и навести в чем-то порядке. И еще – готовьтесь к кадровым перестановкам и вообще к неординарным действиям начальства. Весна – ну, вы понимаете, это весна. Романтика, влюбленность. Самым страстным месяцем, как и положено, станет марта. Особенно вторая половина. Чувства будут просто кипеть и бурлить. Если ваши отношения все это выдержат и не рассыпаются до 15-го апреля, есть шанс, что это всерьез. О делах. С 23 февраля до 18 марта лучше ничего нового не начинать. Зато можно что-то удачно завершить и получить неплохую прибыль. В мае нас может слегка полихорадить. Не исключены конфликты и семейные, и рабочие. Какие-то финансовые проблемы. А начальникам надо будет подтянуть дисциплину в оберенных им коллективах. Тут у Светил есть один общий совет. Больше доверяйте себе и своей интуиции. Меньше слушайте всяких доброходов. К лету эта чехарда уймется. Если у вас есть заветная мечта или планы, которые вы давно мечтаете воплотить в жизнь, попытайте счастье в июне и начале июля. А в конце июля можно будет сдвинуть с мертвой точки даже самое неподъемное дело. Тот, кто одинок, получит шанс встретить свою половинку. Многим знаком захочется покрасоваться, побыть в центре внимания. Что называется блеснуть. И звезды не против. Только не очень заноситесь, а то заработаете обвинение в эгоизме. В августе и начале сентября никаких авантюр. Побольше логики, поменьше эмоций. Иначе наживете себе врагов, потеряете деньги и вообще можете влипнуть в какую-то неприятную историю. Осторожней с техникой. Разрастет риск поломок, отказов и аварий. И еще. Эта осень, кажется, будет весьма романтичной. Кое-кого, правда, всерьез поревнует. Могут даже развалиться какие-то непрочные союзы. Но тут уж все в ваших руках. Конец года. Не лучшая пора для новых начинаний. Особенно период с 21 октября по 10 ноября. Это, конечно, не значит, что нужно сидеть сложа руки. Просто очень тщательно все анализируйте и просчитывайте последствия. В целом же это, во-первых, время дел практически, из разряда здесь и сейчас. А во-вторых, пора, когда можно избавиться от всего, что мешает. И укрепить то, что необходимо. Будет возможность перезаключить или продлить некие соглашения. Улучшить атмосферу в коллективе. Ну и у всех нас без исключения появится шанс с кем-то помириться. Наловить отношения в семье. Могут, кстати, возобновиться какие-то старые сердечные привязанности. А еще это хорошее время для свадьбы. Вот как-то так. Ну и удачи вам в новом году.